Сегодня последний рабочий день и мы, женщины, уже начали принимать поздравления. А вот мужчины в раздумьях. Сказался ли кризис на их щедрости? Что мы ждем от сильной половины и на что способны те, кому в эти дни предстоит поздравлять своих любимых и коллег? Александр Криволапов встретился с покупателями и продавцами цветочных, ювелирных магазинов и магазинов косметики. До 8 марта еще 4 дня, но обычно в последний рабочий день в торговых появлёнах начиналась предпраздничная суета. А сегодня все наоборот, заметили продавцы цветов. Какой-то кризис в головах, говорят, застрял. Сильно подорожает, поэтому очень плохо у нас сейчас берут, потому что денег нет у народа. Вот сколько вот такой букетик? Ну, я так думаю, полторы-две. А самое дешевое, что можно? Ой, вы знаете, очень сложно. Ну, допустим, 3 тюрпанчика можно за 200, за 150, может быть. Ну, мимозу за 120, за 100 рублей. Мужчина в цветочном, отдельный редкий посетитель, но все же встречается и, как правило, со скромным бюджетом. А кто и вовсе считает делать подарки лишним занятием? По чём цветы? По 100 рублей. До 50. 150? Ну, не дорого вообще. Для лета я дешевую. И никогда не дарил, и никогда не собираюсь дарить. В соседнем ювелирном салоне вовсе затишье. Посетитель, если и встречается, но только в роли зрителя. У нас же запоздало это всё идёт, поэтому пока ещё нет. На любую сумму можно что-то купить и подобрать, чтобы было от души. Дочке цепочку, жене, может быть, серьги. Пока не решил ещё. Присматриваюсь, скажем так. За парфюмом и косметикой мужчины идут охотнее товар ходовой, а главное, всегда востребованный у женщин. У нас очень щедрый мужчина. Суммы разные у нас и на 10 тысяч духи, и 12 тысяч духи. То есть разные варианты, поэтому как бы у кого насколько кошелёк позволяет. А кошелёк, как показала практика, у большинства не такой толстый, но порадовать свою вторую половину они всё же не отказываются. Подарочную карту, 700 рублей, по-моему. Косметику. Косметика дорогая, да? Опять же, в рамках гуманности, как может, позвать себе студента. А кто-то и вовсе практично объединил два праздника в один подарок и отметит их неординарно, но и недёшево. Мы уезжаем в культурно-туристическую поездку по достопримечательностям нашей области и, в общем, соседней области тоже. То есть вот такой подарок, путешествие? Совместный. Мне на 23 февраля, а супруге на 8 марта. Возможно, кто-то из женщин ждёт от мужчин бриллианты и другие драгоценности, но у большинства оренбургских дам запросы куда более скромные. Да, какие подарки сейчас? Ну, что, дорого, да? Дорого очень. То есть вы даже не ждёте? Ну, почему не жду? Жду. А вдруг, это, как говорят, фортуна? Вот сегодня подарили жёлтые розы. Очень приятно было. Ну, что-то посущественней. Посущественней. Ну, знаете, такая жизнь сейчас, что подарки-то особо ждать не приходится. Ну, любви, счастья хочется. А вот на это оренбургские мужчины не скупятся. Своё внимание и любовь, естественно. И любовь, себя, ну, сами знаете. Кризисы приходят и уходят, а любовь – понятие вечное, говорят оренбуржцы. Что русский взнос за счастье милых, не кошелёк, а голова. Лилия Гардемарин. Что русский взнос за счастье милых, не кошелёк, а голова.